Информационная война И обратите внимание, что сегодня на Владимирской горке в Киеве заканчивается крестный ход. Более 20 дней со стороны Почаевской лавры и со стороны Светогорской лавры шли люди, граждане Украины, которые символически на символическом уровне воссоединяли разбитую, разрозненную Украину. И этот символный ход, это таинство по-хорошему, оно направлено на то, чтобы все, что сделал Майдан, все, что сделано с точки зрения разделяя и властвую, разделить единый русский народ, который может быть разный экономический уклад, но культура похожая. Вот против этого этот крестный ход и состоялся. И я хочу от имени крымчан, которые с болью в сердце следят за событиями на Украине, поблагодарить украинцев и лишний раз показать всему миру, что далеко не вся Украина бандеровская, далеко не все там герои АТО, которые уже спать не могут без гранат и без автоматов, которые занимаются грабежом и насилием. Там есть русские люди, которые думают о том, чтобы мир русский был единым, во всяком случае на Украине, во всяком случае в этой стране, которая раздирается гражданской войной в интересах крупного зарубежного капитала. И еще раз хочу от имени крымчан поблагодарить людей, которые не побоялись ни провокации, ни правого сектора, ни угроз, ничего, и сделали этот духовный подвиг в первую очередь. Хочу коснуться вопроса, связанного с тем, что в Киеве обсуждают законопроект, вынесенный на всеобщее обсуждение, связанный с тем, что отменить оценки до пятого класса, это такой очередной наезд на систему образования, это еще большая деградация учебного процесса. И я хочу сказать, что очень многие родители на Украине бурно обсуждают этот законопроект, и возмущение народа усиливается. Это очень важный момент, который для нас Украина является примером того, что может быть с русскими странами, которые потихонечку поглощаются Западом. Там ювеналка, распродажа активов, народное образование, вот то, что нам предстоит, если мы, например, не управим правильно. И вот этот момент я хочу сегодня только обозначить. В Киеве, в Украине идет бурное обсуждение этого законопроекта, и я думаю, что крымчане должны об этом знать. Приятная новость сегодняшней нашей эфиры по средам, я уже говорил, у нас скайп-включение с гостями, с экспертами, с ведущими, журналистами, аналитиками, военными экспертами. По средам у нас каждая среда будет такое скайп-включение. И сегодня у нас в гостях известный ведущий, автор и ведущий программы «Агитация и пропаганда» на канале «Россия» Константин Семин. Вот какой разговор у нас получился. Добрый день, Константин. Рады вас приветствовать в эфире телерадиокомпании «Крым». Здрасте. Спасибо за возможность с вами поговорить. В принципе, программа «Информационная война» нашей и «Агитация и пропаганда» — это как, ну, по-хорошему, близнецы-братья. Мы занимаемся информированием населения о том, что на самом деле происходит на белом свете. Нас, кстати, очень заинтересовал вопрос, почему «Агитация и пропаганда» уже примерно несколько недель не выходит. А что там случилось? Это связано с выборами, с сеткой, с какими-то такими делами? Да, это связано с выборами в первую очередь, потому что, как вы знаете, на предвыборный период вводится режим информационного затишья. «Агитация и пропаганда» — это не самые подходящие термины для предвыборного времени. И поэтому руководство приняло решение дать нам небольшую паузу, небольшую передышку. Надеюсь, что после того, как все голоса будут посчитаны, кандидаты станут депутатами, мы сможем вернуться и продолжить то, чем занимались до сих пор. Понятно. Но вы же не являетесь представителем никаких партий. Вы, в общем-то, насколько я понимаю, не являетесь агитатором и пропагандистом вот уж точно для думских выборов. Ну, я не являюсь представителем кого-то из участников этой предвыборной кампании, безусловно. Но я являюсь представителем взглядов. А взгляды в любой политической кампании так или иначе участвуют. Видимо, даже от таких ассоциаций решили на всякий случай дистанцироваться. Понятно. Давайте поговорим тогда об государстве, о его угрозах, о его этапе нынешнего развития. Вот сегодня у нас конец июля, 27 июля 2016 года. Сейчас активная кампания начнется, в общем-то, буквально с понедельника. Как вы оцениваете, как пропагандист, как аналитик, как человек, который все равно общается с большим количеством людей, в каком историческом моменте времени находится сейчас Россия? Какие, даже не столько внешние угрозы, о них мы говорим каждый день. А какие внутренние угрозы для нас в стране наиболее актуальны и на что требуется акцентировать внимание населения сегодня прежде всего, помимо выборов? Вы знаете, я считаю, что все угрозы, с чем бы они ни были связаны, так или иначе свое происхождение имеют от экономики. И поэтому принципиально важный момент, о чем бы мы ни говорили, о каком бы историческом отрезке мы ни говорили, это то, что происходит в экономике, как организовано народное хозяйство. Гнилое народное хозяйство, бездарное управление экономикой способно угробить любую страну в любой ситуации. И сегодня появляется очень много текстов, мы приближаемся к столетней годовщине, сначала февральской, а потом в Великой Октябрьской революции. Появляется очень много текстов, которые исследуют, выявляют параллели между той эпохой и сегодняшней. Так вот, для нас ценность того дореволюционного опыта заключается в первую очередь в том, что паралич в действиях государственной власти, в первую очередь примитивно к управлению экономикой, послужил залогом всей цепочки катастрофических последствий, которые обрушили сначала большое государство, а впоследствии обернулись гражданской войной на его территории. Поэтому я считаю, что это универсальная вещь. В первую очередь необходимо думать о том, что творится с экономикой, что происходит в экономике. В экономике у нас поводов для оптимизма никаких нет. Взятый правительством Медведева курс, либеральный, компрадорский, с моей точки зрения предательский экономический курс продолжается. И если вы хотите знать мое мнение, то именно с продолжением этого курса я связываю самые опасные вызовы, самые актуальные и злободневные угрозы для государственной безопасности нашей сегодня. Наши телезрители, мы обсуждаем с телезрителями в кулуарах, то есть наша программа, она является такой лампочкой, которая светит, а зрители дают обратную связь, дают мысли, особенно люди там старшего поколения, которые жили еще во времена госплана. Причем во времена госплана, когда учетной единицей было единица количества изделий, а не рублевый эквивалент. Это тоже такая обманочка, которая произошла в 60-е годы, когда планировать стали не по изделиям, непосредственно необходимым для потребления, а стали учитывать или планировать в рублевой массе. Так вот, наши телезрители, они задают вопрос, а что же делать? Вот как на раз, два, три расписать стратегию, как изменить ситуацию в экономике? Нужно ли двигаться в направлении суверенной эмиссии? Насколько она в нынешней ситуации возможна? Нужно ли двигаться в сторону создания народных предприятий? Нужно ли двигаться в сторону двухконтурной финансовой системы, когда, например, государство сможет имитировать рубль безналичный или какой-то алтын, я не знаю, для того, чтобы, например, оживить экономику путем строительства инфраструктурных объектов, которые никак на инфляцию не влияют. То есть внизу на земле мозговой штурм относительно того, как двигаться дальше, он происходит. И в принципе наша программа, она такая, ну, лампочка, которая светит и собирает вот эту обратную связь. Как вы думаете, кроме того, что, ну, критика существующего курса, есть ли конкретные планы, конкретные взгляды на то, что предпринять, например, по состоянию на сентябрь 2017 года? Понимаете, здесь сложность и опасность ситуации точно так же, как сто лет назад, заключается в том, что косметические ограниченные частичные меры, к сожалению, принести эффекты не могут. Потому что любые такие шаги обязательно должны, они как цепочка, они обязательно должны быть связаны с какими-то следующими действиями. Поясню, что я имею в виду. Например, если вы говорите об ограниченной эмиссии, да, эмиссии в интересах национальных производителей, то есть, если по-простому включается печатный станок и дальше через инструменты связанного кредитования, исключая попадание этих денег на спекулятивный рынок, начинает кредитоваться национальный производитель. В любом случае, если открывается такая заслонка для того, чтобы предотвратить спекулятивный отток денег за рубеж, необходимо сразу же, тут же, буквально через секунду, ставить вопрос законодательно хотя бы, ставить вопрос обведения валютного регулирования, валютного контроля. А это напрямую угрожает интересам наших экспортеров, многие из которых это по-прежнему частные предприятия, торгующиеся за границей, учредители которых находятся в офшорах, по-прежнему, несмотря на то, что мы вроде бы уже в состоянии холодной войны, который год живем снова. Вот, и понимаете, это такая цепочка, как велосипедная цепь, которую невозможно рассматривать по звеньям, а необходимо смотреть на вещи в комплексе. Так вот, в комплексе необходима такая перестройка, такая пересборка народно-хозяйственного механизма, которая в любом случае, при любом развитии событий будет угрожать интересам той самой олигархии, той самой буржуазии, которая пришла к власти после 91-го года. Они не пострадать не могут. И мы находимся вот в этой вот временной сейчас вилке, когда, с одной стороны, внешнеполитическим давлением, вот этим катком, придавившим нашу дверь, государство и вот эти вот буржуазные олигархические кланы, на которых государство держится, зажаты в угол. И они обязаны думать о безопасности, они обязаны думать о защите национальных интересов. И в том числе в приграниченных с Россией территориях, пока еще Украины, так скажем, и в Крыму, и вообще на всей территории, континентальной территории страны, нужно думать о безопасности. Безопасность – это приоритет. Но может ли о безопасности думать олигархия, для которой сохранение вот этих офшорных аристократических пузырей необходимо? Вот. И для того, чтобы это противоречие разрешить, необходимо либо какая-то исключительная, непонятно откуда, в нынешних обстоятельствах способная появиться политическая воля, которая заставит все эти фамилии, все эти компрадорские кланы действовать именно в русле национальной программы, национальной безопасности, ориентироваться на, в общем, собственное выживание тоже, потому что никому из них оно не гарантировано. По крайней мере, никому из тех, кто интегрирован в политический класс. Либо необходимо ждать какого-то другого разрешения. И вот в этой безвременной точке мы сейчас повисли. То есть никакого примочечного, локального воздействия на экономику сейчас невозможно. И второй момент, который, безусловно, связан со всеми этими вещами, это, конечно, любая перестройка экономики. Если мы говорим об отходе от заветов 90-х годов, подразумевает изменение собственнического уклада в экономике. То есть изменение формы собственности, на которой наша экономика базируется. То есть, опять же говоря, рабоче-крестьянским языком, национализация ряда отраслей. Без национализации, без восстановления государственного контроля над стратегическими высотами в экономике, невозможно то самое государственное планирование, с которого вы начали свой вопрос. А в военных или в предвоенных обстоятельствах без планирования не деться никуда. Вы с Евгением Спицыным, я видел ваш блог, ролик, где вы подняли вопрос, связанный с молодежью, с молодым поколением, которое через 15-20 лет придет к управлению страной. Мы перед эфиром обсудили кратко. Скажите, пожалуйста, вот общая оценка системы образования. Я понимаю, что вы логически сейчас свяжете с экономическим укладом, со сложившейся практикой хозяйствования за 25 лет. Но, тем не менее, есть ли перспективы того, чтобы педагогическое, родительское сообщество, которые помнят, знают методики Советского Союза, хотя бы лучшие части из нее, смогли бы, ну, хоть частично компенсировать тот ужас, который происходит в системе образования, когда вузы профильные и государствообразующие вузы жалуются, что выпускники средних школ не то что ни в какое сравнение с выпускниками там 20-летней давности, а их надо просто даже с нуля переучивать. Вот давайте поговорим о образовании как тоже важной, фундаментальной части жизни. Сможет ли советский учитель своей грудью закрыть эту амбразуру? Сейчас он, по большому счету, это и делает. И чем дальше от Москвы, тем больше мы видим примеров того, как учителя еще советской закалки, они постепенно, в силу естественных причин, выбывают, вымываются из школы. Но, тем не менее, они стараются самоотверженно бороться за следующие поколения, каким-то образом амортизировать вот этот вот катастрофический эффект воздействия всех последних 25 лет на нашу воспитательную и образовательную систему. Но эта инерция не вечна. Эти люди состарятся и уйдут. Да, они уже достаточно. Они уже уходят, по большому счету. И на смену им приходят выпускники педагогических вузов, которым 25-26 лет. Вы понимаете, с каким сознанием, с каким менталитетом они вливаются в эту систему. И что они приносят с собой? Вот что страшно. То есть уничтожение Советского Союза, и вы правы, да, я как Пшива и Абани всегда возвращаюсь к одному и тому же, к экономике. Уничтожение того, единственного пригодного для нас экономического уклада, нас швырнуло в пропасть деградации. Эта деградация продолжается. Мы летим в эту пропасть по-прежнему, с прежней скоростью. Не надо думать, что она замедлилась. Может ли учитель что-то здесь замедлить, как-то притормозить, сыграть роль подорожника на открытой ране? Я боюсь, что этого будет недостаточно. Обратите внимание, мы наблюдаем шизофреническую картину. С одной стороны, мы стараемся защищать национальные интересы в Сирии, в Новороссии, где бы то ни было еще. С другой стороны, у нас вице-премьер правительства может сказать, что высшее образование определенному подавляющему, может быть, большинству граждан не нужно. В силу того, что нет потребности у рынка в таком количестве высококвалифицированной рабочей силы. То есть, изменились принципиальным образом приоритеты в жизни нашего общества, в жизни нашего государства. Этот приоритет не развитие гражданина, не воспитание новой личности, не создание условий для творчества. Этот приоритет удовлетворение потребностей рынка. А коль скоро рынок у нас сегодня сводится к скукоженной, зажатой в тиски санкций, сырьевой, компрадорской экономике, то вы сами можете представить, какие специалисты послезавтра или через 10 лет такой экономике будут нужны. И здесь очень важно, кстати говоря, мне кажется, вот если изучать опыт первых лет советской власти, мало кто обращает на это внимание, что первая комиссия по народному образованию большевиками была создана через два дня после Октябрьской революции. Через два. То есть, они придавали исключительно важное, исключительно большое значение вопросу массового просвещения, образования. Потому что, ведь если рассудить, опять же, вот так, на картошке, нет для человека... Человек способен смириться с плохой зарплатой, с ипотекой, которую невозможно выплатить, с унижениями, с чем угодно. Но если у человека отнять надежду на то, что его ребенок получит возможность жить по-другому, то этот человек будет загнан в отчаянии, и он способен на что угодно. Это крайняя степень отчаяния. Лишить человека надежды. А будущее детей и будущее образования, это и есть тот резервуар надежды, последний резервуар, с которым человек ни при каком, ни при каких стечении обстоятельствах расставаться не хочет. И поэтому я бы вот, начиная этот проект с Евгением Спицыным, мы думаем о том, чтобы приступить к съемкам фильма, происходящим сегодня в нашем образовании, мы, конечно, учитываем всю взрывоопасность темы, ее недооценивают на самом деле. Даже не здравоохранение, даже не безработица, даже, поверьте мне, как бы это странно и тяжело не звучало, не Украина, а именно то, что происходит в образовании сегодня. Потому что отобрать будущее у детей, это значит отобрать будущее у каждого человека в отдельности. Ну и у страны тоже. Да. Как вы относитесь к идее вообще создания параллельных структур? Вот ваш фильм с Евгением Спицыным о том, чтобы обозначить тему, болевую точку, он чрезвычайно актуален. Но с другой стороны, если мы, например, не можем влиять на структурно систему образования, на то, чтобы воспитывать целостное мировоззрение у детей, их функциональную дееспособность, умение решать некоторые задачи и вообще цельное мировоззрение, то может быть нам, как жрецам Бога Гермеса, как информационщикам, заняться безадресным циркулярным информированием и вот эту часть знаний, которая скрывается, которая не доносится в полном объеме школьникам, а пытаться посевать, ну каким-то образом, вот при помощи тех же роликов, при помощи тех же учебных видеоблогов, при помощи тех же видеолекций по истории, по культуре, по нашей этике, по каким-то таким вещам, которые, ну, если школа не дорабатывает, то мы, как журналисты, мы можем в этом смысле параллельно что-то хотя бы дополнить, но во всяком случае какую-то кадровую базу среди молодежи создать. Ну, двояким будет ответ на этот вопрос. С одной стороны, конечно, никакими блогерскими или интернет-усилиями невозможно компенсировать две, по-моему, с половиной тысячи часов русского языка, которые каждому школьнику давала советская школа за десять лет. И эти гигантские провалы в образовании, они, конечно, таким образом не лечатся. С другой стороны, и сторон, наверное, больше все-таки, чем две, когда вы говорите о параллельном государстве, это всегда почему-то у меня вызывает ассоциацию с Турцией. Там вот только что мы услышали, есть параллельное государство, когда не устраивает одно, люди снизу, ну, или как-то из подвале, подковерно, начинают строить другое, с опорой на какие-то другие центры силы, деньги и так далее. И в этом, наверное, ничего хорошего для государства нет. Но, кстати говоря, вспоминается история с хоумскулингом американским, знаете, когда разочаровавшись в либеральной системе преподавания в Соединенных Штатах, некоторые жители особо консервативных штатов перестают отдавать детей в школы и учат их на дому. Тоже, думаю, не то, что нам следует в качестве ориентира для себя избрать. Но, с третьей стороны, вы знаете, опять же, все то хорошее, что было построено в советские годы, когда-то ведь начиналось кружками, начиналось кружками, где пропагандировались идеи просвещения, где люди обменивались литературой. И далеко не только какой-то, знаете, карбонарской революционной литературы, они изучали историю, изучали точные науки, изучали народное хозяйство. Ведь люди, пришедшие на руины Российской империи для того, чтобы создавать новое государство, к которому каждый из нас в той или иной степени имеет отношение, я говорю о Советском Союзе. Они же, многие из них, были по-настоящему технократами, по-настоящему подкованными профессионалами. Тот же Сталин, например, это же не был лирик, человек, который в 15 лет там начал писать стихи в Тифлийской семинаре. Нет же, не так. Это люди, которые интересовались всем, заглядывали под каждый железнодорожный вагон, в каждую мартеновскую печь. И они, для них фраза учиться, учиться и еще раз учиться, не была пустым звуком. Она была наставлением ежедневной практической деятельности. Поэтому, конечно, мы должны это делать. Роликами или текстами мы должны это делать. И, наверное, в той или иной степени и ваша программа и наша именно этим и занимаются. Занимаются агитацией и пропагандой. То есть, по большому счету, просвещением. Сегодня вот мне из Киева позвонили перед эфиром люди и рассказывают такую вещь, что в Киеве сейчас в интеллигентных кругах широко обсуждается законопроект, который вынесен на обсуждение, в котором предлагается отменить оценки до пятого класса. То есть, ну, мотивируется тем, что дети, это очень сильно влияет на психику, а родители в шоке, они говорят, а как же тогда стимулировать детей к учебе, где критерии оценки. А в Украине, как в части России, в части русского мира, вот, идут семимильными шагами в направлении вот этой вот деградации. Как вы оцените вот это событие в Киеве, ну, на Украине? Я думаю, что это абсолютно логичное продолжение тех реформ, которые на Украине были начаты, по-моему, даже чуть раньше, чем у нас, хотя, в общем, процессы синхронные. Когда мы говорим, что в России хорошо, на Украине плохо, это не совсем так. У нас, конечно, денег побольше, у нас инфраструктуры побольше, олигархи пожирнее, олигархов больше. Но, в принципе, мы движемся по сходной траектории, и школы наши разваливают по одинаковому сценарию, только их учат одному, а нас немножечко другому. Но мы чим, мы в одной тональности. И я думаю, что то, что вы описали, это закономерное продолжение тех процессов, которые были начаты в 90-е. Мы все видели украинские учебники и по истории, и по другим биодисциплинам. Я думаю, что если случайно выпускника киевского какого-нибудь госуниверситета взять и МГУ и начать им задавать обыкновенные вопросы, мы получим примерно одинаковые результаты. К сожалению. И это очень важно. Мне кажется, нам нужно в какой-то момент перестать тыкать друг друга в глаз, и мы должны и с той, и с другой стороны. И может быть, это и есть способ преодоления разжигаемой между нами ненависти. Мы должны осознать, мы должны признаться друг другу, что мы деградируем похожим образом. Мы только похожим образом можем эту деградацию остановить. Только сообща, кстати говоря, и русские, и украинцы. Ну, такой наш достаточно острый разговор получился. А у нас Крым, у нас все-таки светлый и позитивный край. У нас вот на ментальном уровне, депрессия любая. Вот как бы плохо ни было, все равно надо завершать чем-то хорошим. Что вы можете сказать конструктивного, положительного крымчанам с точки зрения того, вот сегодня 27 июля, да? Что делать сегодня, завтра, послезавтра на раз, два, три? Ну, я могу для себя лично сказать, что после, после, послезавтра я взял билеты в Крым и собираюсь приехать к вам. Ага, очень хорошо. Считаю, да, это обязательным пунктом программы с некоторых пор для себя. Вот. А в целом, мне кажется, самый страшный грех, и в этом библейские истины, наверное, сходятся с мировосприятием, с мировоззрением атеистической, богоборческой, оплеванной нами сегодня советской власти. Один из самых страшных грехов – это уныние. Нам необходимо сохранять оптимизм в любой, даже самой безнадежной ситуации и знать, что за нами правда, и правда это рано или поздно победит. Кроме того, самые депрессивные расчеты, самые мрачные предсказания, безальтернативно мрачные предсказания, которые мы любим сами для себя делать после вычислений вот таких вот сетевых и таких мрачных алармистских разговоров, которые мы сейчас с вами ведем, они имеют обыкновение оказываться ложными, потому что человек предполагает, а логика истории располагает. И в конечном счете не исключено, что заблуждаюсь я и заблуждаетесь вы, а история двинется совершенно по совершенно незнакомому, непредсказуемому пути, непредсказуемой траектории. Это тоже нужно помнить и никогда не терять присутствие духа. Ну, то есть в любом случае деятельность нашу продолжать и как бы будь что будет, но делать что должен. Совершенно верно. Спасибо большое. Очень рады вас видеть в эфире нашей телерадиокомпании. Я думаю, что с Божьей помощью все управится. Ну и мы не оплошаем и в нужном месте нет-нет до еда подставим плечо. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. До свидания. Вот такой вот разговор получился с Константином Семиным. В любом случае хочу сказать, что несмотря на все сложности, на все проблемы, которые в окружающем мире существуют, самое главное сохранять позитивный взгляд на мир, делать что должен и будь что будет. Я думаю, что телезрители, радиослушатели программы «Информационная война» в этом со мной согласятся. Наш аналитический центр взаимодействия со зрителями и слушателями продолжается. Мы будем выносить актуальные вопросы в общую повестку дня. Мы будем информировать население и будем привлекать для этого авторитетных спикеров с материка. В эфире была «Информационная война». Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Егорова